Здесь в декларации есть такая строчка Лжеучение этнофилитизма лежит в основе идеологии русского мира Если мы считаем эти ложные постулаты истинными, то православная церковь перестает быть церковью Евангелия Иисуса Христа Апостолов, константиновского символа веры, вселенских соборов и отцов церкви Единство становится по сути невозможным То, что мы и наблюдаем сегодня в Украине, в России Да, это очень сложная реальность, в которой мы живем С одной стороны, мы декларируем наше единство Универсальный характер Евангелия, универсальный характер нашего церковного послания И с другой стороны, мы видим, что все православие разделено на национальные церкви И это в прямом смысле упрек не только русским, но и всем И греческому национализму, и румынскому национализму, и сербскому национализму Ну, простите, и украинскому национализму тоже Любому национализму, если он ставит национальное выше универсального Ну, а без этого и нет национализма Какой же это национализм, если ты готов признать, что над тобой есть божественный закон И послание всему миру Идите, и проповедуйте всем народам Вот это большая проблема Проблемы не только русских У нас просто это проявилось с какой-то катастрофической силой Но, в общем, те же проблемы испытывают и все прочие народы Но, может быть, у прочих народов нет вот этого сильнейшего имперского духа, который присутствует у нас Даже в постсоветское время 70 лет ничего не изменили Мы как были имперцами, так и остаемся в массе своей Да, совершенно верно Здесь мы говорим о некоторой относительности Где больше национализма, где меньше национализма Но все рождены на конкретной земле Мы все называем что-то, как бы, ту или иное место своей родины Мы по-человечески, по-земному к этому привязаны И стыдиться этого не стоит Это все совершенно нормально Но вот найти правильное соотношение Место, которое ты любишь Где живут твои родные, близкие, друзья Которые ты исходил ногами, как бы, с самого детства И, познав креста, увидеть этот удивительный, богатый, многообразный мир В котором есть и разномыслие, и противоречия Но, тем не менее, поверх этого всего, как бы, любовь Божия Вот это оказывается современному человеку очень и очень трудно Современному христианину, как бы, это осознать очень и очень трудно И вот это, в некотором смысле, вот наша, как бы, так сказать, наша боль И, в то же время, наша задача А что мы, как церковь, а что мы, как христиане, которые свидетельствуют каждой своей жизни Как бы, о своей вере, что мы при этом можем, так сказать, вот Принести, как дар Богу и друг другу, чтобы вот это победить Вот сейчас ни у кого нет ответа Это, ну, в каком-то смысле, сейчас по минимальному основанию Нужно хотя бы, как бы, так сказать, вот об этом задуматься Чтобы в моем сердце не было ненависти Чтобы в сердце русских не было вот той ненависти, которую нас поливает государственная пропаганда По отношению к украинцам Конечно, нет там никаких фашистов Нет там, кстати, не было никаких фашистов Ну, или правильнее сказать, что вот эта фашистская идеология есть в каждой стране Есть она и в современной Германии, есть она и в Америке Есть она и в России, есть она и в Украине Но мы же ни одно из этих государств не называем фашистским А мы не призываем ни в одном из этих государств во власти Нет фашистов, нет фашистских партий в парламенте А те группы, которые есть, ну, чуть больше они или чуть меньше Вот наши ролики с эти Z, которые выпускаются последние недели По своей стилистике, по своему заряду, они, конечно, совершенно фашистские И они гораздо более фашистские, чем то, что мы видим на Украине Но и Украина тоже, конечно, она годами, как бы, так сказать, не вся У меня есть замечательные друзья, с которыми я дружу до сих пор Вот, кстати, свидетельство христианской любви Вот в первую неделю, когда уже было много убитых Когда мы все пребывали в каком-то шоке, в растерянности Как бы, молиться было трудно, как бы, от этого шока Мне позвонил мой хороший знакомый из Киева Говорит, я сейчас работаю иконописец Он позвонил из украинского военного госпиталя Говорит, знаешь, вот я сейчас работаю добровольцем Вывожу раненых к нам в госпиталь на операцию Знаешь, столько ненависти Я вот думал-думал и решил, что я вот тебе позвоню и скажу, что я тебя люблю Вот по-братски я тебя люблю И моя любовь к тебе неизменна Ну вот, десять дней прошло, я без слез вспоминать об этом не могу Но это есть, как бы, я к тому, что любовь возможна Да, ненависть тоже возможна, ненависть проще Да Но если мы будем вот так вот не бояться свидетельствовать о своей любви Особенно вот в эти страшные дни Мне кажется, ну вот, Господь нас как-то согреет своей милостью Вот очень-очень важно Очень важно вот сейчас поддерживать друг друга И я очень надеюсь, что вот эта наша христианская поддержка Поверх, значит, вот всех этих идеологических конструкций Ну, хотелось бы думать, что эти конструкции рухнут Ну, конечно, рухнут они не скоро Они, как бы, так сказать, запаяны, как бы, уже в нас Внутри нас всех Но я бы сказал, что это вот то, что нужно стараться, как бы, из своего сердца Сейчас выжигать каленым железом Это наш русскомировский национализм Как бы, так сказать, эту нашу, вот, какую-то мифическую, как бы, русскую, как бы, исключительность Ну, и даже мессианство Как бы, вот мы сейчас видим, к чему, как бы, это порочное мессианство нас привело Давайте его, как бы, выжигать Я думаю, что Господь нас любит, как бы, и спасает Не потому, что мы, как-то, вот, так сказать, вот эту свою исключительность поддерживаем А потому, что, так сказать, вот наша вера, как бы, и наши, так сказать, не расходятся с нашими делами И наша вера искренняя и честная, как бы, да, и обращенная к миру Знаете, смотришь сейчас на Россию Такое впечатление, что люди даже перестали искать, вот, в лоне церкви В том числе и в лоне русской православной церкви Какие-то нравственные ориентиры Как будто не осталось никаких, вот, ну, ориентиров, действительно За что людям уцепиться, ну, люди не ищут там уже Вот эта ненависть, которая сыпется постоянно Вот эти все, ну, доктрины, которые, ну, вы правильно называете ложными, знаете Много чего приходит на ум Я слушаю вас, вот это вот, известное, да Мы русские, с нами Бог Ну, 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 а что Бога нет в других народах? С чего мы это взяли? Откуда? Зачем это все насаждается? Ведь за этим же стоит исключительность, как вы правильно отмечаете И она порождает ненависть ко всему остальному Вот как здесь написано, тут всех вспомнили И гомосексуалистов, и измы, и чего-то только здесь не вспомнили Но это все порождает как раз эта теория русского мира Она названа ересью здесь Да, я думаю, вот здесь тоже Я, наверное, все-таки не согласен с квалификацией, как бы, так сказать, русского мира как ереси Потому что это не про Христа Вот если бы сказали, как бы, там, мы русские, с нами Бог Как бы, и вот это развернули Вот это, наверное, как бы, все-таки можно характеризовать как ересь Как бы, вот в определенных обстоятельствах А русский мир как таковой, он про, как бы, ну, он про обстоятельства нашей земной жизни Он не про, так сказать, вот, не про наше понимание Бога, да, не про наш, как бы Ну, это больше политическая концепция это выходит Да, совершенно верно Не религиозная И это, кстати, вот, характеристика нашего, как бы, религиозного сознания Или, правильно сказать, парарелигиозного сознания Вот каждый, каждый должен себя очень честно оценить, как бы А, собственно говоря, а что такое моя вера? И покопаться в ней Потому что очень может быть, что вместо веры у нас идеология Да Вот почему, как бы, почему просто жить в церкви? Потому что мы приняли набор каких-то, каких-то тезисов, да, значит, вот, символ веры, да Или, там, даже заповеди блаженства Это, мы их воспринимаем не как, не как жизнь, не как задачу Не как то, что мы должны пропустить через свое сердце А как то, что мы должны понять умом И, как бы, вот, сформировать какую-то раму И, вот, в этот момент происходит страшная подмена Мы живую веру подменяем идеологией И тогда, вот, к этой вере очень легко, знаете, как на елку Можно повесить очень много разных игрушечек А вот так очень много разных, там, мифических, как бы, и идеологических концепций Можно повесить, как бы, на елочку, вот, нашей такой идеологизированной веры И сначала, как бы, это вот понемножку, понемножку, а потом, как снежный ком, как бы, бабах И мы уже стреляем, как бы, своего единоверства И даже не смогли... И вот страшно то, что остановиться нельзя Ведь вот сейчас есть свидетельство, что там с войсками и священники находятся Это прям совсем, как бы, страшно Мне прям мурашки по коже пробежали, когда мне украинские друзья сказали Что видели священников с российскими войсками Ну, по некоторым данным, вот, слушай, смотришь, там, по-моему, даже Шевкунов уже где-то в Донецке Это не простые священники-то Да, 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 нет, все, ну, все-таки с другой стороны Да, с другой стороны, вот, наверное, пришло время каких-то, ну, как бы, тоже таким страхом и трепетом этому говорю Но пришло время каких-то разделений Все-таки, вот, те, кто верит во Христа И те, для кого, как бы, божественный закон — это закон любви Это с одной стороны А те, для кого, как бы, божественный закон — это закон любви к друзьям и ненависти к врагам Они с другой стороны И вот, и вот, очень важно понять, как бы, а ты с какой И вот, чем больше, хоть нас, как бы, сознательно взрослых христиан Сделает этот выбор, как бы, для себя, ведь, ну, все начинается с того выбора, который мы делаем сами Мы его делаем, там, не за страну, не за власть Не за, хоть, вот, что-то такое, что от нас далеко Мы делаем его за себя и своим примером показываем нашим ближним, какой, как бы, вот, что значит наш выбор Да, вот он к чему приводит, какие плоды, как бы, этого выбора, который мы сделали И вот, я думаю, что сейчас от этого очень много зависит Но русская церковь, можно так сказать, на пороге крупнейшего, не просто кризиса, а разделения Давайте прямо говорить Да, конечно, знаете, вот мы много лет, как бы, вот, ну, где-то в узких кругах, где-то публично Мы говорили о том, что вот как странно, как неожиданно, что после 20 лет прекрасного церковного возрождения Наступило какое-то вот такое неясное десятилетие и результатом стал кризис И вот мы говорим об этом кризисе, там, не знаю, 3-4 года и не видим выхода из этого кризиса И что тогда, как бы, так сказать, вот, ну, кризис это все-таки то, что начинается и заканчивается Да, вот ты куда-то падаешь на дно и потом встаешь, как-то, да, ткаешься, встаешь, как-то, да, идешь дальше А здесь мы, вот, или все, вот, все это время находимся в таком долгом падении Получается, что мы падаем просто в какую-то бездну, где дна нет еще, вот, год за годом падаем, дна не видно Или можно какой-то другой, как бы, язык описания подобрать Мы деградируем Вот мы как церковь деградируем Идет долгий процесс деградации То есть это вот состояние после кризиса, да, то есть когда ты не можешь из кризиса выйти во что-то хорошее, во что-то положительное Ты выходишь вот в какое-то умирание, как бы, в деградацию И вот такое духовное умирание И вот мне кажется, это то, что сейчас происходит с нами И вот необходимо хотя бы в условиях вот этой страшной трагедии найти, как бы, ну, искать, по крайней мере, духовные силы, чтобы подняться Чтобы вот быть, как бы, чтобы наше свидетельство было подлинно христианским свидетельством Да, в простоте, при том, что, как бы, так сказать, Россия превращается в страну изгоек Да, что многие нас ненавидят И, в общем, и эти чувства тоже понять сейчас можно, как сказать, от них нельзя просто отмахнуться И вот во всем этом найти силы, как бы, быть свидетелями любви Божьей Это вот, ну, если мы, ну, я вот верю, что Господь не оставит Россию Как бы Россия, так сказать, сохранит вот эту идею Святой Руси Если мы сейчас будем способны на любовь, как бы, и отринем ненависть Вот если мы совершим этот, в полном смысле слова, духовный подвиг И индивидуально, и как община, и как нация Но вот какое-то будущее у нас есть Если мы эту ненависть отринуть не сможем, и неправду нашу, нашу неправду Ну, нас ждет какой-то страшный конец, конечно Господь, Господь вот покарает так, вот не индивидуально покарает Народ страну покарает И мы видим, вот как эта кара, как бы, начинает над нами свершаться Да, Сергей, вместо того, чтобы делать человека Я имею в виду, церковь, чем должна заниматься Церковь сегодня, вот, к стыду своему горе, и наша протестантская церковь Вот, следуя этой идеологии, расчеловечивают людей Это страшно Я вот много раз, ну, как бы, вот, думаю об этом Что со священниками происходит? Что в их головах? Что в их сердцах? Да, священники оказались, не выдержали вот этого испытания Вот это удивительно, ну, может, и неудивительно, конечно Но все равно удивляешься, что и многие священники не выдержали этого испытания Я прям, я с ужасом читал проповеди священников, которые прославляют российское оружие Значит, призывают прихожан каждодневно молиться о победе Но это, конечно, уже, хоть это не церковь Христова, конечно, совсем А в подписях стоит, там, протерий такой-то, священник такой-то И, ну, знаете, я думаю, что это уже преступление, причем не только в глазах Божьих это преступление Но и по-человечески это иначе как преступление назвать нельзя Первый пункт, который здесь стоит, царство мое не от мира от всего И вывод, который делается, и осуждение, да, поэтому осуждаем, как неправославные, отвергаем всякое учение Стремящееся заменить царство Божие, увиденное пророком, провозглашенное и открытое нам Христом Проповедное апостолами, воспринятое как мудрость церковью Изложенное в догматах, отцами и пережитое на каждой святой литургии Царство мира и всего, будь то Святая Русь, Священная Византия или другое какое-либо земное царство И в конце есть послание, не каноническое к Диогену, да, ссылочка есть Здесь все-таки тоже вот в этом тексте, который я читаю сейчас, написано Что и христиане проживают в своих странах, но только как пришельцы Они принимают участие во всем, как граждане, и терпят все, как иностранцы Всякая чужбина их дома, всякий дом чужбина Но вот это ушло вообще из церкви, что мы граждане иного государства Мы народ, который среди всех народов не исчисли у церкви Христова И как вот это получилось, я вот буквально на днях говорил с религоведом, с одним, и политологом, с Романом Лункиным, вы его знаете Вот, и я попытался, как бы, один из последних вопросов был Я говорю, ну неужели не понимаем, и мы русские, наш народ, что мы в одной лодке Мир-то маленький, что президент сказал, расчехлить ядерные ракеты Весь мир погибнет, на что получил ответ Но да, мы понимаем, вот мы русские, мы в своей лодке И я как бы был бескуражен, конечно, таким ответом Есть маленькая наша лодочка, мы русские, да И весь остальной мир Даже здесь уже как-то вот на уровне вот таких даже смыслов Что в головах у людей, если это в головах ученых? Да, ну Роман меня удивляет Последние годы он, в общем, превратился в такого, как бы, так сказать, русского националиста И пропагандист, не ученого, а пропагандиста, уж простите А вот то, что касается Царствия Божия, я над этим много думал в последние годы Знаете, мне кажется, что мы, ну, собственно, мы давно, как бы, вот практически во всех наших традициях Может, кстати, вот какая-то традиция пиетизма последняя, ранее Немецких мистиков протестантских И, ну, может быть, и отчасти русской эмиграции Вот, после революционной Вся остальная церковь утратила эсхатологическое измерение Да Очень сложно жить вот этим ожиданием пришествия Христа Это ведь не, как бы, так сказать, это не слова, как бы, а это, вот, собственно, вот та самая метаноя, как бы, да, вот То покаяние, как бы, которому призывал Иоанн Креститель Значит, вот Господь идет, сделайте ему прямые пути, как бы, вот вы сейчас, как бы, вы сейчас это сделаете Вот мы сейчас, как бы, делаем Господу прямые пути Как бы, мы сейчас ожидаем, как бы, вот эта парусия, как бы, она, так сказать, событие, которого мы ждем Не потому, что мы прочитали об этом в книжке, как бы, а потому, что мы желаем соединиться со Христом Вот поскольку это из нашей веры ушло, как бы, из нашей проповеди, из нашего церковного опыта, да, это ушло Мы живем в каком-то, ну, вольном или невольном, значит, мы живем хорошо У нас есть, в общем, в целом, да, вот в магазинах есть еда, как бы, мы забыли, что такое голод Там есть, не знаю, все, что угодно, автобусы, стиральные машины Все то, что сделает нашу жизнь, там, электричество, да, все то, что сделает нашу жизнь гораздо проще Трудно себе представить вот апостолов, у которых, там, или самого спасителя, у которых всего этого не было Ну, вроде бы, наша жизнь стала проще и удобнее Но вот эта простота и удобство ведет нас к тому, что, ну, и, как бы, там, успехи медицины Какое-то новое понимание человека, там, благодаря, там, биохимии, в частности Мы понимаем, что мы можем жить долго и благополучно И вот эта вот долгая благополучная жизнь, она прогоняет от нас, как бы, собственно, вот это вот, как бы, чувство присутствия Божия Оно и не нужно в такой жизни Вроде все есть, зачем оно нужно-то? Мешает, даже оно мешает, оно опасно, потому что оно тебя выводит вот из какого-то состояния такого спокойного удовлетворения Ведь если ты много работаешь, да, если ты зарабатываешь, или ты как-то, по крайней мере, ну, как-то, как-то себя обеспечиваешь Да, ты успокаиваешься, да, ты не ставишь себе никаких, как, каких-то новых жизненных целей, которые были связаны бы с жизнью духа С одной стороны, и, как бы, и страдаешь, с одной стороны, кстати, вроде бы и страдаешь от этого Но, с другой стороны, как-то, уж очень много сил надо прилагать к тому, чтобы, вот, из этого состояния спокойности себя вывести Ну, какая-то лень такая, да, вот, духовная И когда это продолжает, когда это становится частью традиции, когда достаточно каких-то внешних форм, да, когда достаточно, там, эстетики, там, не знаю, в большей или меньшей степени Ну, и даже каких-то, вот, социальных, ну, кто-то в эстетике на какое-то успокоение, кто-то в какой-то там социальной деятельности, да И, может быть, ну, я не отрицаю, там и там какое-то успокоение действительно есть И это все не зря, как бы, создано человеком и таким творческим усилием, как бы, у многих поколений Но при этом, если не, как бы, не стремиться ко Христу, если его не ожидать Ну, как бы, вот, во что наша вера превращается? Ну, вот, в то, что она сейчас, вот, в начале 21 века из себя представляет Вот мы вот эту веру без огня, как бы, эту тепло-хладность, так сказать, одетую, как бы, так сказать, в какую-то там правильную, с нашей точки зрения, идеологию, как бы, мы вместо церкви и получили Ну, вот, ответим за это, конечно Господь Милостив призовет нас к ответу, покажет, что есть на самом деле Надеюсь, как бы, так сказать, вот, найдем в себе силы покаяться и придем к тому, что, значит, вот, как-то лучше поймем замысел Божий, как бы, о современном мире и о нашем спасении Вся эта идеология русского мира, она насаждает, ну, так агрессивно насаждает, что только мы, только мы правильно видим, только мы правильно все понимаем, только мы, и больше никого нет Вот очень много, как бы, так сказать, в последние, вот, в эти недели говорится о том, что церковь не должна судить, церковь не должна занимать политическую позицию Как же? Церковь должна молиться, как бы, церковь должна свидетельствовать о мире И мне кажется, что вот здесь происходит какая-то тоже очень глубокая подмена христианской позиции Потому что мы не можем, как бы, ну, как бы, мы должны, как бы, там Христос есть, путь и истина и жизнь И если мы, вот, не стремимся к исповеданию истины И, как бы, а там ведь, и историческая правда тоже, она, как бы, вот, сопрягается с этой задачей свидетельствовать об истине И, как бы, и, так сказать, это и про бесстрашие, и, ну, и в том числе и про готовность ошибаться Но если мы, как бы, вот, не говорим, как бы, сказать, о том, что есть правда сегодня, когда мир растерян, как бы, ну, или наш мир, по крайней мере, растерян Когда мы задавлены пропагандой, да, вот, молчать, это значит соглашаться, как бы, с позиции большинства, с позиции кесаря Да, с позиции тех, кто виноват в гибели, как бы, десятков тысяч людей, причем не только, как бы, так сказать, там, военных, как бы, так сказать Но и мирных жителей украинских и наших мальчиков, которые, как бы, из какой-то провинции поехали срочники И поехали, так сказать, служить в армию, как бы, и оказались на фронте, как бы, и были убиты И останки которых не отдают родителям Это все так страшно, знаете, как бы, это все Вот из этих тысяч убитых, наверное, большинство православных Вот их привезут домой, ну, дай бог, чтобы привезли, как бы, чтобы не бросили в каких-то там братских могилах Их привезут домой, их будет отпевать православный священник Как родители будут смотреть на священника, если вчера он говорил, молитесь, как бы, за нашу победу А сегодня отпевает, как бы, мальчика, который оказался на фронте, как бы, так сказать, неподготовленный Да даже и подготовленный, да, и был убит, это настолько ломает То есть вот сломана вся наша история Потому что мы же про себя никогда не мыслили, что мы агрессоры Ну, конечно, первое, что хочу сказать, нет, все не так Это не мы, как бы, все по-другому И говорить об этом надо по-другому А давайте найдем себе силы говорить об этом вот так Многим сейчас страшно говорить Вот христианская, вот жажда правды нашей, как бы, она нас призывает к тому, чтобы мы вот эту правду увидели Сергей, в России сегодня же, вы знаете, законы изменились Даже само слово война сегодня под запретом Думал о том, что надо произносить эту специальную военную операцию, вообще не могу произносить Спасибо вам за ваше мужество Да, верно Я, знаете, мне дорого, что мы оказались во многом единомысленно вот в этом разговоре Вот для меня это вот большая ценность Спасибо вам огромное за то, что уделили столько времени За то, что поговорили, побеседовали, я думаю, посмотрят много людей Спасибо огромное, благослови вас Господь Спасибо, спасибо, да С вами был я, епископ Альберт Радки, наш канал «Загляд с небесный» Смотрите, подписывайтесь Субтитры сделал DimaTorzok